Что касается оружия, только огнестрельное или травматическое тоже? Травматическое, незаконное, а естественно его надо выдать. Сдать нелегально хранящееся оружие нужно в любом случае, а если оно огнестрельное, можно получить и вознаграждение. Сумма денежного поощрения варьируется по-разному, в зависимости от того, автомат это пистолет, ружье или пулемет. На встрече руководящего состава МВД Ингушетии с местными жителями поднимают разные наболевшие в обществе темы. Одна из них по-прежнему остается наркомания. За 6 месяцев текущего года правоохранительными органами нашей республики выявлено порядка 383 преступлений в сфере НОН, то есть незаконного оборота наркотиков. За аналогичный период прошлого года было выявлено 162 преступления таких. То есть на 130, порядка 150 процентов у нас увеличение раскрываемости этих преступлений, выявляемости. Зафиксированы факты поставок к нам наркотических средств в крупных и особо крупных размерах. Сотрудниками управления МВД по контролю за оборотом наркотиков перекрыто порядка четырех каналов поставки наркотических средств. Статистика показывает, наблюдается увеличение предварительно расследованных и направленных суд уголовных дел на 180 процентов. Если у нас в прошлом году было привлечено к уголовной ответственности, если я не ошибаюсь, там порядка 70-80 лиц, за 6 месяцев этого года было привлечено 137 лиц. Из всех 383 преступлений, зарегистрированных в сфере незаконного оборота наркотиков, на 286 процентов возросли выявленные преступления тяжкие и особо тяжкие. То есть когда вес очень большой, там 100 грамм, 500 грамм, килограмм. За текущий год в Ингушетии зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 39 человек. Для сравнения, в прошлом году жертв ДТП было 20. Статистика детского дорожно-транспортного травматизма за аналогичный период составляет 13 ДТП, где погибли пятеро детей и пострадали 13. По нарушениям, если брать, для нашей республики в этом году выявлено всего 182 тысячи административных правонарушений. За полгода? Это за полгода. В госавтоинспекции произошли значительные кадровые изменения. Набирается команда, их деятельность нарушители почувствуют на себе. Очень скоро, отметили представители МВД. Жесткие меры будут приниматься и в отношении тех, кто нарушает общественный порядок, лихачат и стреляют на свадьбах. Каждую божью неделю поднимаем, озвучиваем, чтобы если мы таким методом спасем одного человека нашего, я считаю, что это большой результат. Потому что мы знаем, насколько сегодня у нас страдают и родители страдают от тех детей, которые непосредственно сегодня увлекаются наркотиками. Мы знаем, что за рулем сидят неадвокатные люди, которые действительно принимают таблетки и не знают, куда едут, как едут. Поэтому мы говорим об этом. Министр действительно тоже озадачен этим вопросом, потому что каждый божий день у нас аварии. Не пьяный человек посмотрит никакого запаха, а так не соображает, не знает, что делает. Поэтому я думаю, что такие мероприятия должны проводиться. Это действительно население республики понимает, что они не брошены, что у них действительно эти озадаченные вопросы соответствующие комитетные органы. Горожан предупредили и об атаках кибермошенников. Сотрудники МВД раздали памятки, информирующие о деятельности злодеев. Кроме того, здесь поднимались вопросы, связанные с набором военнослужащих по контракту и участие их в СВО. Адам Ирешков, Акрамат Доскоев, Новости 24.